Третий тон доброта любия, страница 280, святого Максима Исповедника умозрительнее и деятельнее главы, 197. Демоны ни целомудрия не ненавидят, ни постом не внушаются, равно как ни раздаянием имений, ни странноприимством, ни псалмопением, ни прилежанием к чтению, ни уединением, ни высокими умозрениями, ни спанием на голой земле, ни бдением, ни всем другим, чем характеризуется жизнь по Богу, пока целью таких дел поставляется что-нибудь им угодное. Демоны, борющие при недостатке добродетели, пусть те, которые научают блуду и пьянству, серебролюбию и зависти, а при добродетелях борющие суть те, которые научают самомнению, тщеславии и гордости, и таким образом через десное скрытно носевают в нас левое. О, когда бы нам этим духом злобы, которая невидимо приступает к нам с притворным видом духовной дружбы, и в намерении благим нам соделать смерть греховную, Говорят, будем мы строить вместе с вами, 2 Езра 5,65, отвечать, нет вам и нам того, чтобы вместе строить дом Господу Богу нашему. Мы одни созиждем его Господу Богу Израилеву, 5,68, 2 Езры, одни, потому что освободившись от духов, борющих по недостатку добродетели, которых мы уже избежали, не хотим опять быть искушенными и от вас, вознесшись избытком ее, и пасть падением, столько гибельнейшим первого, сколько в том была легче надежды восстания, потому что мы тогда были в числе снисходительно прощаемых по причине немощи, а в том, или совсем ее нет, или она очень затруднительна, потому что мы будем в состоянии ненавидимых за гордость, и мы не одни, потому что имеем святых ангелов помощниками себе в добром, более же самого Бога, нам себя являющего делами правды, и нас в себе созидающего, святый храм, свободный от всякой страсти, 200. Много может молитва праведного поспешествуема, как сказано. Поспешествуема же, она бывает двояка. Первое, когда молящийся сам праведен, и возносит к Богу молитву при делах по заповедям, как такую, которая ни в одном только слове состоит, и ни пустым звуком голоса произносится, и предлежит праздной, ничего твердого под собой не имеющую, но есть действенна и жива, воодушевляема, будучи делами по заповедям. Ибо сила и состоятельность молитвы зависят от исполнения заповедей через творение добродетелей, вследствие чего праведные имеют сильную и многомощную молитву, поспешествуемую заповедями. Второе, когда кто прося молитву у праведного, сам творит дела молитвы, обещая исправить и действительно исправляя прежнюю жизнь. И таким добрым своим обращением делая молитву праведного сильную и многомогущую. Никакой нет пользы от молитвы праведного для прибегающего к ней, когда он более услаждается грешными делами, чем добродетелями. Так некогда и великий Самуил оплакивал Саула грешащего, но у милости из-за него Бога не был силен, не прияв поспешество плачу своему подобающего исправлению грешащего. Почему Бог, останавливая раба своего от бесполезного плача, говорит ему, «Да коли ты плачешь о Сауле, я же уничижил его не царствовать во Израиле». Опять Иеремия, сострадательнейший, молясь о народе иудейском до безумия, прилепившемся к прелести демонской, не услышивается, потому что молитва его не была подкрепляема обращением безбожных иудеев от этой прелести. Почему, останавливая его от непрестанного умаливания без пользы, Бог говорит, «Не молись за людей сих и не проси, чтобы быть им помилованными, и не моли, ибо я не услышу тебя». Иеремия 7,16 Знак великого невежества, чтобы не сказать безумие, искать спасение молитвами святых тому, что сердце услаждается пагубными делами и просит прощения в том, чем с самохвальством в то же время действительно сквернится он в мыслях и чувствах. «Просящего молитвы праведного не должно позволять самому себе делать ее бесплодной и недействительной, если воистину ненавидеть зло, но, окрыляя ее своими добродетелями, делать ее действенной и сильной, востечь до могущего давать оставление при грешении. Много может молитва праведного, поспеши с твоим обудучи или праведным, творящим ее, или тем, кто просит праведного творить ее. Со стороны праведного поспешиствуется она тем, что дает ему дерзновение перед лицом того, кто мощен исполнять прошения праведных. А со стороны того, кто просит о ней праведного тем, если он оставляет прежнее свое худонравие и всем сердцем обращается к добродетели. Слово истины двоякую ведает в печаль, из коих первая в душе составляется невидима, а вторая, видимо, устрояется в чувственном порядке. Та вся всю глупь души объемляет, будучи причиняема бичами совести. А эта чувственность облагает, удерживая ее от естественного ему разлияния тяжести и бедствий прискорбных. Как две печали ведает слово истины, так знает оно и два рода искушений, из которых одни внутри в области произволения устрояются возбуждением худых пожеланий, а другие, помимо произволения, совне находят в виде невольных неприятностей, скорбей и бед. Первой бывает причиной печали душевной, а второе печали чувственной. Искушение в области произволения, устрояющиеся, душе печаль причиняет, а чувственности доставляют удовольствие. Напротив, искушение непроизвольное душу, разумно его встречающие, утешает, а плоть тяготит печалью. Думаю, что когда Господь и Бог наш, научал учеников своих, как должно молиться, то словами не вели нас в искушение, внушал отмаливаться от искушений в области произволения устрояющихся, то есть от возбуждений похоти, колеблющих доброе расположение и намерение. А великий Иаков, братом Господа именуемый, научая подвизающихся за истину, не поражаться находящими искушениями, имел в виду искушения непроизвольные, говоря, «Всякая радость имейте, братья мои, когда в искушения впадаете различные». То есть непроизвольные, помимо воли нашей находящие, причиняющие скорби и тяготы. Это ясно показывает следующее затем и другим изречением слова. «Ибо там Господь присовокупляет, но избави нас от лукавого, а здесь великий Иаков наводит, ведая, что искушения вашей веры соделают терпение. Терпение же дело совершенно да имеет. И да будет совершенно и всецелы, и ни в чем не имея нужды. Совершен тот, кто с произвольными искушениями борется воздержанием и непроизвольное переносит терпением. А всецел тот, кто деяние совершает сведением, и умозрение не оставляет бездейственным». Десять. «Ум и чувство противоположное одно другому имеет естественное действие, по крайнему не сходству и разности предметов их. Тот предметами своими имеет мысленное и бестелесное сущности, которое восприемлет бестелесно. А это чувственное и телесное естество, которое и восприемлет чувственно. Ум как только начнет считать чувства, своей собственной естественной силою, то, оплетшись видимостями чувственных вещей, делается изобретателем плотских удовольствий, не имея силы возвыситься над естеством видимых вещей по причине пристрастного расположения к чувствам. Спасительным удовольствием называется обрадование души по причине добродетели, а душеполезным неудовольствием скорбение плоти из-за добродетели. Почему страстно предающийся чувственным благам не на должное обращает свое стремление, и отвращающиеся от случайностей, причиняющих лишение сих благ, бежит от того, от чего не следует убегать. Как без солнечного света глаз не может воспринимать чувственное, так без духовного света ум человеческий никогда не может воспринять духовного созерцания, ибо чувственный свет, естественно, освещает чувства к восприятию ведения вещей чувственных, а свет духовный осеивает ум к созерцательному постижению сверхчувственного. Придумание произвольных притрудностей и наведение непроизвольных, хотя заморяют похотение, пресекая действия на его движение, не уничтожает, однако, силы или способности к рождению, лежащие в естестве нашем, как закон. Ибо добродетельное и любомудрие обыкновенно порождает бесстрастие воли, а не естества. По закону бесстрастию, по каковому бесстрастию воли, посещает ум благодать божественного усложнения. Невозможно, чтобы Господь по естеству, сущий, мудр, праведен и всемогущ, как мудрый, не ведал способа урочевания нашего заболевшего грехом естества, как праведный, не восхотел как-то властительски и содевать спасение человека волею подпавшего подвига и вину греха, как всемогущий, не силен был совершить, что требовалось к уврачеванию нашему. Премудрость Божия обнаруживается в том, что он воистину существенно соделывается человеком. Правда в том, что он через рождение воспринял способное, подобно нам, страдать естество. Всемогущество в том, что он страданиями и смерти устроил для нашего естества непристающую жизнь. И неизменное бесстрастие. Завидуя Богу и нам, дьявол обманно внушил человеку, будто Бог завидует ему и тем склонил его к преступлению заповеди. Завидует же он Богу, чтобы не сделалась явная и действительно всепетая сила Бога и благотворящая, боготворящая человека, а человеку, чтобы он забродетель, не стал, видимо, причастником божеской славы. Так этот пакостнейший завидует не только нам и из-за славы нашей у Бога ради добродетели, но и Богу, из-за проявления всепетой любви его во спасение нашему. Бог по единому беспредельному беспредельно мощному хотению благости своей объемлит и держит всех, и ангелов, и человеков, благих и злых. Они же все неравно причастны бывает Богу, не задержанно проходящего через всех, но сообразно с их настроением. Мы не признаем во Христе различия лиц, потому что Троица прибыла Троица, и после того, как Слово воплотилось, через те воплощения не приложилось новое лицо к Святой Троице. Но признаем к нему различие, в нем различие естеств, чтобы не исповедать плоти по естеству единосущную Слову. 220. Клятва преступник есть, то есть сложно клянется именем Господнем тот, кто обещает Богу жить добродетельно, а потом все попечение свое обращает на иное, чуждое обету, собственными устами изреченному и через дни исполнения заповедей приступает заветный обет благочестной жизни. И коротко сказать, предизбравший жизнь по Богу и для настоящей жизни не ставший совершенно мертвым, лжец есть и клятва преступник, как поклявшийся Богу, то есть обещавший тещи непорочно путем богоугодных подвигов, и не исполнивший того, кто при рожении невольных искушений подобно блаженному Иову и доблестным мученикам переносит непоколебимым мудрованием, то есть стрифильник сильный и сам хранящий неугасимый свет спасения, силой от Господа приемлемою, но и тот, кто знает козни лукавого и сражения, столкновения, схватки, в невидимых бранях ведает, и этот осеваемый светом ведения другим является светильником, который, подобно великому апостолу, достойно может говорить, что нам небезызвестны его умыслы. Как без телея невозможно светильнику соблюстись неугасимым, так без обратившегося в навык благонастроения, питающего внутреннюю доброту соответственными тому словами, делами и нравами, равно как чувствами и помышлениями с ним сообразными. Невозможно сохраниться свету даров духовных, ибо всякий духовный дар соответственного себе требует навыка или настроения, непрестанно подливающего ему кахилей некое мысленное вещество, чтобы он по благонастроению получившего ему прибыль, прибыл в целост охранном. Бог именуется и бывает отцом по благодати только тех, которые о своем благодатном от Бога в духе рождения свидетельствуют добродетельными нравами. В их нравах видится как бы лицо души, отображающее в добродетелях явные черты родившего ее Бога. И имеющий их располагает взирающих на них прославлять Бога, представляя свою жизнь для подражания, как изряднейший образец добродетели. Ибо не голыми словами прославляется обыкновенно Бог, но делами правды много более слов провозглашающими о божеском велелепии. Кто показывает в себе ведение осуществляемым деятельностью и деятельность одушевляемой ведением, тот обрел точный способ истинного в нас Бога действия. Кто же имеет какую-либо из их черт, разъединенные с другою, тот или ведение сделал пустую фантазию, неутвержденную, влающуюся, или деятельность превратилась в бездушного идола, ибо ведение недеятельное, ничем не разница от мечтаний и фантазий, не имея подтверждения своей деятельности, и деятельность неосмысленная есть тоже, что идол, не имея одушевляющего ее ведения, проклятая воистину страсть и надменность, состоящая из сочетания двух зол гордости и тщеславия, из коих гордость отрицается от творца добродетели и природы, а тщеславие как природу, так и самую добродетель подделывает, ибо у гордого ничего не делается по Богу, а у тщеславного ничто не происходит по природе. Писанный закон страхом удерживает неправды, приучает к правде, со временем же навык в этом порождает правдолюбное расположение, от коего пребывает твердое к добру настроение, наводящее забдение предшествовавшей порочности. Обрезание есть в духовном значении совершенное стечение склонности к похотениям плотским. В субботу есть упокоение движений страстей или совершенное бездействие их. Бог повелел чтить субботу, новомесячие и праздники и потому, что хотел, чтобы дни, как дни, были почитаемы от людей, ибо это значило бы узаконить служение твари, более Творца. С той мысли, будто дни сами по себе естественно достаточимы, а потому и поклонения достойны. Но через постановление чтить дни он себя самого символически повелел чтить, ибо он сам есть и суббота, как упокоение от потопов и забот жутейских и от трудов по делам правды. Есть он и Пасха, как освободитель держимых в горькой работе греха, и Пятидесятница есть он, как начало и конец всего. 230. Жертвами духовными признаем не только умерщвление страстей, заколая его с мечом духовным, которое есть Слово Божие, но и всех естественных сил посвящения Богу и огнем благодати Духа принесения их во всесожжение Богу. Власть греха или плотское мудрование пресекается благодатью Святого Крещения, а деятельное повиновение Божественным заповедям совсем умерщвляет его мечом Духа. Трасть чревоугодия с восстолюбивым помыслом, как мечом многие добродетели обесчаствовала. Семена целомудрия убивает она невоздержанием, равнозаконие правда расклевает любоиманием, естественные союзы человеколюбия растекают самолюбием, и коротко сказать, страсть. Страсть чревоугодия бывают истребительницей всех порождений добродетели. Всякий ревнитель спасения прилежит и делам добродетелей и святым помышлениям, ибо без добродетелей и ведения никогда никто не успевал из себя улучшить спасение. Дело добродетелей есть приводить в чин движения телесные здравым рассуждением, как уздови искусно удерживая их от неуместных поползновений. А дело ведения есть добре обдумать и разумно обсуждать, как следует действовать, и потом располагать к исполнению того. Всякий умертвивший члены земные и все свое плоткое мудрование угостивший и всякое к нему сочувствие оттекший, так что мог бы с блаженным Павлом апостолом говорить, кто отключить нас от любви Божией, всякой таковой стал без отца и без матери и без тричь Тарода, подобно великому Мелхиседеку, не имея чем бы удерживали его плоти и естество по причине совершившегося в нем полного сочетания с духом. Конец настоящей жизни несправедливо думаю называть смертью, а скорее избавлением от смерти, удалением из области тления, освобождением отравства, прекращением тревог, пресечением браний, выходом из тьмы, отдохновением от трудов, утешением кипячения, укрытием от стыда, удержанием от страстей и, обще сказать, пределом всех зол, в которых святые, исправившись через свободное самоумерщление, соделали себя чуждыми и странниками в этой жизни, ибо, доблестно борясь с миром и с плотью и с исходящими от их восстаниями, и подавив из обоих их по сочувствии чувства чувственным порождающееся предчтение, они непорабощенным сохранили в самих себе достоинство души. 236. Святые были благи человека любивы, благоутробны, милосерды, оказавшись одинаковые, имеющими ко всему роду расположение любви, силою которой через всю жизнь верно сохраняя наилучшие из всех благ, разумею, смирение, сию хранительницу благо-разрушительницу противоположного им зла. Они прибыли неуловимыми для всех тяготящих нас искушений, как произвольных, которые от нас, так и непроизвольных, которые не от нас. Восстание первых подавляя воздержанием, а прирожание вторых отражая терпением страница 289, третий тонн добротолюбия. Блаженный Авва Фаласий, краткое сведение о нем. Преподобный отец наш Фаласий процветал в первой половине седьмого века и был пресвитером и настоятелем одного монастыря в пустыне хлигийских. С любовью к благочестию блаженный Авва соединял и любовь к духовному просвещению и много занимался изучением священного писания. Он был современником святому Максиму исповеднику, с которым состоял в духовном общении. Есть к нему несколько писем святого Максима и ему посвящена им целая книга, содержащая изъяснение трудных мест священного писания. Святой Максим высоко чтил этого Авву и в одном письме называет его даже своим наставником. Блаженная кончина его последовала вероятно не позже 660 года. Предлагаемые четыре сотни изречений его о любви, воздержании и духовной жизни преисполнены назидания. Они все преимущественно нравственно-аскетического содержания, но есть и такие, которые содержат догматические мысли, которыми пользовался святой Дамаскин в своем изложении веры. Если читать подряд только начальные буквы изречений по подлиннику, то получится определенная мысль, которая и ставится в начале каждой сотницы. Авву фалластия о любви, воздержании и духовной жизни к пресвитеру Павлу сотня первая. Кое окростих таков? Духовному брату и возлюбленному господину Павлу Фаласий по видимости безмолвник, поистине же торгаш тщеславный. Любовь всецела к Богу устремленной связует любящих с Богом и друг с другом. Ум, стяжавший духовную любовь, ничего такого не думает о ближнем, что не приличествует любви. Под видом любви скрывает лицемерие тот, кто устами благословляет, а сердцем уничижает. Стижавший любовь невозмущенно переносит все печальное и прискорбное, что причиняет ему враги. Одна любовь сочетывает твари с Богом и между собою в едином мыслие. Истинная любовь стяжал тот, кто ни подозрений, ни слова не допускает против ближнего. досточестен перед Богом и людьми тот, кто ничего не предпринимает, что могло бы расстроить любовь. Нелицемерной любви свойственно слово истинное от совести благой. Под видом благорасположения скрывает зависть, кто передает брату укорные слова от других слышанные. Десять как телесные добродетели привлекают славу от людей, так духовные от Бога. Любовь и воздержание очищают душу, ум же, дух, осеевают чистая молитва. Силен муж тот, который деянием и разумом отгоняет зло. Обрел благодатью Бога, кто стяжал бесстрастие и разумение духовное. Если хочешь избавиться от страстных помыслов, стяжи воздержание и любовь к ближнему. Сохрани себя от невоздержания и ненависти и не встретишь пресновения во время молитвы. Как в помойной яме нельзя найти ароматов, так в злопамятной душе благоухания и любви. Обуздывай мужественно гнев и похоть и скоро избавишься от худых помыслов. Счиславие истребляется укрыванием добрых дел, а гордость прогоняется никого не уничижением. Счиславие свойственны лицемерие и ложь, а гордость и самомнение и зависть. 20. Властелин тот, кто на собой возвластвовал, и душу, и тело подчинил уму, духу. Искренность друга познается в искушении, когда бывает он общником нам в нужде нашей. Заключи чувства посредством безмолвного уединения и подвергай строгому суду помыслу, восстающую в сердце. О печальных оскорблениях помыслы встречай не злопамятно, а к любосластным относись враждебно. Безмолвное уединение молитва любовь и воздержание это четвероконная колесница возводящая ум на небеса. Изможди плоть пощением и бдением и отгонишь мучительность властолюбивый помысл. Как таять воск от лица огня, так нечистый помысл от страха Божия. Большое зло для разумной души долго пребывать в срамной страсти. Переноси терпеливо удары печальных и душораздирательных случайностей, ибо таковыми очистить тебя хочет Божие промышления. Бросив имущество и отрекшись от мира, отрекись наконец от худых помыслов. Тридцать. Подобающее уму дело всегда поучасть в словесах Божиих. Как дело Божие управлять миром, так дело души править телом? С какой надеждой встретим Христа мы, даже доныне рабствующие плотским сплощам? Истребляет похоть злострадания и печаль, произвольная ли или промыслом посылаемая? Серебролюбие есть пища страстей, поскольку оно поддерживает и растит всеобъемлющие самоугодливые похоть. печаль рождает оскудение удовольствия или удовлетворение сластолюбия. Удовольствие же соплетено со всякой страстью. Какую меру и отмеряешь ты телу своему, соразмерно стою возмерится тебе и от Бога. Дела божественных судей бывают воздаянием за дела, содеянные посредством тела. Добродетели видения рождают бессмертие, а скудение же их соделалось матерью смерти. Печаль по Богу отъемлет похоть, похоть и же отъятие есть воскресение души. Сорок. Бестрасти есть неподвижность души на худое, но ее невозможно улучить без благодати Христовой. Христос есть спаситель души и тела и последующий стопам его освобождается от всего худого. Если хочешь улучить спасение, отрекись от плотких пластей и восприими воздержание любовь и молитву. Бестрасти свойственно истинное рассуждение, по которому все делается правою мерою. Господь наш и Бог есть Иисус Христос и ум последующий ему во тьме не пребудет. Собери ум твой и наблюдай за помыслами и которые найдешь страстными воюй против них. Есть три источника из которых получается помыслы, чувство, память и полносочие тела. Докучливей же из них те, которые исходят из памяти. Кому дарована премудрость, то делается причастным разумение бесплотных и знает, какое начало мира и какой конец его. Не не ради подобающей деятельности просветится ум твой, ибо таковым обетовано сокровище сокровенное и невидимое отверзу тебе. Исайя 45.3 Обрел благодатью Бога, кто освободился от страстей и великой милости сподобился, кто удостоен ведения. 50. Ум, освободившись от страстей, делается световидным, будучи непрестанно осееваем созерцаниями всего сущего. Свет души ведения, которое, будучи лишен неразумной, во тьме ходит. Неразумной во тьме проводит жизнь, и его объемляет тьма неведения. Любящий Иисуса избавится от зла, и последующий ему узрит свет истины. Ум, освободившись от страстей, видит тонкие помышления, и когда бодрствует тело, и когда в сон погружается. Ум, достигший высшей степени чистоты, чувствует себя утесняемым тварями, и желает быть вне всего сотворенного. Блажен, кто достиг беспредельную беспредельность, достигшим же его может быть только тот, кто пришел все предельное. испытывает словеса Божие чтущие его, обретает же смысл их истинный любитель. Ум, правотою движимый, находит истину, движимый же какой-либо страсти, не улучит ее. Как в существе своем недоведом Бог, так и в величии неопределим. Какое существо не имеет ни начала, ни конца, того и премудрость неисследима. Спасение всякой твари есть все благое о ней промышление создавшего ее.